Балтика БФУ А местные военнослужащие оказались лучшими в скорости, выносливости и точности. Команда Росгвардии при Ангаре завоевала золото на чемпионате Сибирского округа по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Подробности смотрите в следующем сюжете. В первый день 20 команд росгвардейцев со всей России демонстрировали мастерство в биатлоне. Задача не из легких – преодолеть дистанцию в 3 километра и не допустить промахов на двух огневых рубежах. За победу боролись как любители, так и мастера спорта России и международного класса. По итогам золото чемпионата досталось сборной Иркутской области, серебро команде из Алтайского края, а замкнули тройку призеров – спортсмены из Томской области. «Для нашей команды это, конечно, выдающийся результат, но ожидаемый, потому что в служебном биатлоне мы, как правило, в тройку всегда входим. С одним лишь отличием, что в этот раз мы заняли два кубка и по служебному биатлону, и по легкоатлетическому кроссу». Во второй день команды продолжили соперничество в легкоатлетическом кроссе. Так же, как и в биатлоне, лидерство сохранили сотрудники управления Росгвардии по Иркутской области. А в личном зачёте – лучшие показатели у полицейских из Алтайского края – майора полиции Анастасии Погуляевой и старшего лейтенанта полиции Артура Элизборяна. «Для меня каждая победа значимая. Каждый год, можно сказать, что мы начинаем всё по-новому. В этом году соперники и патронисты стойные. Это радует, потому что впереди у нас чемпионат войск национальной гвардии, который пройдёт в городе Владимире. Там важно, чтобы у нас команда сильная была». По итогам двухдневных соревнований победители и призёров наградили почётными грамотами и кубками. Руководство отметило, что уровень подготовки спортсменов растёт каждый год. К слову, проявить свой профессионализм и мастерство росгвардейцы смогут совсем скоро. Лучшие сотрудники отправятся на чемпионат России, который пройдёт в городе Владимир. Наталья Хмелёва, Егор Сорокин, Руслан Ульмасов. Местное время. Также важным событием станет участие 16 спортсменов при Ангаре в восьмых международных играх «Дети Азии». И символично, что наши юниоры будут состязаться в восьми видах спорта. Как отмечают организаторы, «Дети Азии» – одни из крупнейших соревнований, которые проходят в этом году в России. Они продлятся с 26 июня по 7 июля в Якутске. На состязание также приедут юные атлеты из 26 стран. На этом у меня всё. Следите за новостями вместе с Актисом и будьте в курсе самых актуальных событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok